Тверские поэты решили внести свою лепту в борьбе с коронавирусом и объявили конкурс. Более подробно рассказывает наш корреспондент Мария Шалованова. Почему-то паника и всем не весело. Почему-то карантины, страхи, слухи. Где-то опустили достопримечательности местные. Почему-то все моют руки. Почему-то кажется, что может хватит. Почему-то в интернете за дракой драка. Раньше девочки дрались в магазинах за платье. Сейчас за туалетную бумагу. И так странно, что в это самое время, когда где-то молятся, где-то жгут флаги, я иду под солнцем, зимне-весенним. А в магазинах полно туалетной бумаги. Коронавирус, дефицит туалетной бумаги, круп и консервов, а также дистанцирование граждан. Это сейчас самые актуальные темы современных рифмоплётов. Причём все произведения наполнены шутками и иронией. Ведь смех – самое лучшее лекарство от страха и паники, который в наше время опаснее любого вируса. Так считают инициаторы нового конкурса, который на просторах интернета становится популярнее с каждым днём. Страх сквозит в людях. И самое печальное, что когда людей охватывает страх, они теряют чувство юмора. А чувство юмора – это то, что русскому человеку всегда помогало пережить любые беды. В бухте Люба Абракадабра и Макс Раевский. Вот эти люди, в чьи головы пришла идея разрядить обстановку с помощью поэзии. Говорят, не ожидали такого интереса. Но за два дня своей работой прислали порядка 30 человек со всей России. Сейчас принимают участие Тверь, Курск и, по-моему, Москва. Пока вот три города. Но я думаю, сейчас это ещё только всё разрастается. Крым ещё. А, ещё говорят Крым. Поговаривают, да? Куда же всё? Вот. Ну, оно, я думаю, ещё постепенно раскрутится. Ребята считают, что шутки и приколы, которые ежедневно всплывают в интернете, помогут пережить любую трудную минуту. Они улыбнутся, коту в маске, шуткам про карантин и необычным защитным костюмам и ненадолго смогут забыть о том, что происходит в мире. А чтобы больше развлечь голову, вы сами можете заняться сочинительством. Конкурс будет длиться до 1 апреля. Можно опубликовать ВКонтакте стихотворение на любом ресурсе. Просто у поэтов кто-то публикует на своей стене, кто-то публикует у себя в группе. И поставить хэштег «Белый свиток» и мы... Слитно. Слитно, да, «Белый свиток». И мы найдём это стихотворение, и оно автоматически будет принимать участие в конкурсе. И главный приз – подстать тематике конкурса. Автору лучшего стихотворения от ребят достанется месячный запас туалетной бумаги и супер-приз – маска индивидуальной защиты. Причём в целях безопасности призы организаторы вышлют по почте. Пусть кричат, хватит паники, побольше отваги. Не слушайте, тележки толкайте сильней. До упора набирайте мягкой и нежной бумаги, Чтоб белая полоса была как можно длинней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова